Сегодня на библейском портале «Экзогет» мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. И мы получили вопрос, скорее это как бы и не вопрос, а некое пожелание человека для самого себя. И он выносит это пожелание как бы на наш суд. Это пожелание звучит так «Хочу стать богатым». На самом деле эта тема волнует очень многих людей, и в самом стремлении к благополучию ничего плохого нет. Более того, если человек не заботится о себе, в тягость другим людям, на иждивенчестве, вот это греховное состояние. Если человек не заботится о своем доме, о материальном достатке в семье, так он вообще считается как отрекшийся от веры. Так пишет апостол Павел. Кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного отрекся от веры. Но все-таки, отвечая на этот вопрос «Хочу стать богатым», посмотрим первое послание к Тимофею, 6 глава, 7 и 9 стих. Первое Тимофею, 6 глава, 7 и 9 стих. Я начну даже с 6 стиха. «Великое приобретение быть благочестивым и довольным». Есть такой известный афоризм «Счастлив не тот, кто все имеет, а тот, кто всем доволен». Итак, «Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир явно, что ничего не можем и вынести из него, имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие». Это уже ниже. «Которому, предавшись некоторые, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Действительно, если богатство становится самой целью существования человека, и для него его богатство – это как бы некий идол. Давайте вспомним, что когда еврейский народ выходил из египетского рабства, то дьявол подсунул им в пустыне на пути к святому Ханаану культ золотого тельца. И они стали хороводить вокруг этого тельца. Нечто подобное произошло и с нашей землею. Мы вышли из 70-летнего безбожного Вавилона. Не успели мы дойти до красот православного Ханаана, как дьявол подсунул и нам идею взаимной конкуренции и взаимного обогащения. Каждый против другого и каждый только за себя. На самом деле, братья и сестры, богатство – это поручение от Господа. Богатый должен воспринимать свое богатство именно как поручение от Господа. И он не имеет права бездумно раздавать всем подряд те средства, которые Господь попустил, что они оказались в его руках. И отцы говорили даже так. «Пусть милостыня твоя запотеет в твоей руке». Потому что то, что нам Господь дает, ко всему большому или малому мы должны относиться очень скорпулезно. Помните, когда Господь насытил многих людей хлебами, Он велел собрать оставшиеся вкурыбы, научая и нас рачительно относиться к любому достатку, который мы имеем. Но богатство как культ, капитал как культ, который доминирует надо всем – это опасность. И далее здесь сказано, «Ты же человек Божий, убегай всего, а преуспевай в правде, благочестие, вере, любви, терпения, кротости». Абсолютное богатство, к которому мы должны стремиться в нашей жизни – это нищета Христова. Как сказано в Писании, что Господь обогатил нас своей нищетою. То есть Он явил пример и бедным, и богатым, прежде всего, исполнять волю Бога. И мы знаем, что на Святой Руси богатые занимали свое положение в обществе, воспринимая богатство как поручение от Господа. В массах люди были в состоянии достатка – это работающие люди, а инвалиды, калеки – это те люди, которые Господь нам попускает, чтобы испытать и перепроверить нас. Среди первых христиан были богатые люди. Мы видим, что когда апостол Павел в своих посланиях приветствует некоторых людей, в одном случае он приветствует казнохранителя городского, то есть городского банкира, но приветствует его как брата во Христе и со Христом. Таким образом, само по себе желание жить лучше ничего плохого в себе не содержит. Но когда богатство ради богатства – это есть грех, накопительство, которое ничем не оправдан, особенно если на фоне этого накопительства нуждающих людей вокруг нас становится все больше и больше. Субтитры создавал DimaTorzok